Здравствуйте, дорогие мои друзья! Ходила в банк, положила деньги, а то мне сегодня прислали, что у меня 38 копеек на телефоне. И надо срочно, как-то я так упустила, интересно. Всегда заранее плачу. И вот иду по Толстого. Да, смотрите, место, где у нас всегда море голубей. Поэтому всегда всё надо убирать, здесь закакано. Вот так вот. 10 минут второго. 10 минут второго. Это я ждала, пока привезут заказ фаберликовский. Вот, поэтому в Фаберлик сходила, забрала заказик свой. Потом вам его покажу. Город пока ещё не готов к фестивалю. Так, готовятся. Вот там что-то, это самое переделывают. Вот этот мост, который концертному залу. Автобус какой-то уже стоит. Так, машина сейчас наедет на меня. Здесь вообще машина не есть. Здесь улица такая прогулочная. Вероятно, куда-то в кафе или куда-то повезли что-то. Иду на остановку. Ехала сюда. Ой, как гудели машины. Пожарные машины. Следом за ними машина скорой помощи. Я так боюсь этих звуков. У меня прямо сразу душа в пятки уходит. Потому что сколько раз у меня горело. С одной стороны дом горел, с другой стороны. И когда едут в мою сторону, мне всегда жутко. Ну, думаю, ну, я же только еще выехала из дома, значит. А тем более телефона этого нету. Позвонила по соседке. Спросила, как там на нашей улице дела. Все спокойно. Но дело в том, что я взяла только телефон, которым видео снимаю. Вот. А второй телефон с собой не брала. На этом телефоне у меня на новом есть. Телефоны моих самых нужных мне людей. Вот. В любую минуту. А так я сюда не перекачивала телефоны. Все. Пойду через дорогу сейчас. Не это самое. А то, что видишь, какие у меня темные руки. Какая ты загорелая. Девочки, ко мне пришла моя Алла. Моя любимая, любимая. Моя любимая Алла. Ну, кричит. Она всегда, как придет, кричит. Меня не снимает. Слушайте, ну, что у меня за девчонки. Люда разрешает. Кричит, конечно, не снимай, не снимай. Но молчит и терпит потом. Вот. Видишь, ноги мои можете снимать только. Вот. А это всегда с маникюром. Всегда ходит, ногти себе делает. И педикюр делает. А как придет, кричит, не снимай. У меня руки загорели. Ну, у нее тоже огород, девчонки. У нее тоже огород, как и у меня. Ну, у меня прямо как-то не... Ты видишь, что тело. Ну, так и как можно не показать такую красоту, а? Как можно не показать такую красоту? Сиськи показывает, а лицо нельзя. У тебя же гордость женщины. Юмористка моя. Все, все, все. Пришла с мороженым. Вот. Я говорю, давай тогда тебе кофейку. А я только-только кофеек попила. Что? Черные тучи. Какие тучи? Ну, так я же говорю, когда хочешь. Да, да, черные тучки. Черные тучки. Мне твоя вот эта нравится иконка у тебя на цепочке. Матерь Божья. А что это? А ты Матерь Божья, да? Я смотрю, только крестик как-то сверху у тебя там закрутился. Ну, это потому что закручиваются две цепочки. Это ж ты, наверное, где-то возле церкви покупала, да? Одно дарили, одно покупали. Все ясно. Все ясно, красотуля моя. Все на мне. Очень-очень красиво. Особенно, когда все загорело. Ну, да. Ты молодец, ты загорела. А я один раз позагорала, мне потом как-то стало хреново. Я еле выползла, у меня как закружилась голова. Это самое. Все снимать. Говорит, выключай. Показывает, выключай, выключай. Ну, ладно. Да, точно. Будем мы уже это самое, тогда мороженое есть. А то растает совсем. А то растает совсем, да. Раз уже не разрешают мне снимать все подряд. Поэтому я уже только вот так вот на кружечку, на ручке. Вот такие вот у меня хлопья. Говорю, хочешь, с хлопьями пей. С конфетками. Вот. Ладно, девочки. Ну, не разрешают, значит, не разрешают. Так что все останется за кадром. Шмяк, слазь сейчас же. Я, понимаешь ли, тут сушу листочки, а он пришел мокрый, залез. Хорошо, что еще не залез на листочки на мои. И моется. Поел и намывается. Ах, как чисто надо, чтобы быть. Мокрый весь. Дождь лупит всю ночь. Но нет, чтобы дома ночевать. Нет. Так. Иди. Иди, 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 иди. Иди. Давай. Слазь. Слазь на пол. Слазь на пол. Слазь. Давай. 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 Вот молодец. Вот умница. Вот умница. Все. Надо мыть стол. Надо мыть стол после шмяка. М-м-м-м. Да. Иди похрусти немножко. Печенку съел, иди похрусти. А? Все. Пошел на улицу опять. Что там на улице? На улице мокро. Дождь всю ночь полощет. И вечер, и ночь. А шмяка домой нет зазвать. Чтоб дома ночевал. Да. Не домылся. Не домылся. Надо мыться. Ну вот. Наконец-таки у меня дошли руки, чтоб показать вам, что у меня в заказе Феберлик. А так целый день я вот такая вот, такая вот у меня митусня какая-то. Только собралась смотреть фильм «Шаман». Когда пришла, там я же еще на рынок зашла. Помидоры купила. Без очереди, без всякой. В этом, в Рудаковском магазинчике. И это самые такие хорошие помидорки, уже красненькие, по 4 рубля. Я взяла три помидорки. Думаю, зачем много набирать, потому что, может, еще подешевеет. И завтра, и послезавтра. Все же должно, должно же все-таки дешеветь немножко. Вот. Хотела взять немного огурцов не кондиции, чтобы хоть пару баночек закатать. Много мне их не надо. Это раньше я катала. Бог знает, сколько различные салаты, огурцы, помидоры. Там какие-то шпаклевки делала. Сейчас мне это не надо. Я говорю, я в прошлом году три баночки закатала, такие восемьсотки. С такими, знаете, крышками. Раз, и готово. Вот. А две съела, одна у меня еще осталась. Ну, зачем мне их много? Так. Но салат этот какой-то, я не очень-то к солеными огурцам так отношусь прямо. Ах, я их очень хочу. Нет. Вот. Ну, в общем, что я получила? Что я получила? Фоберлик. У меня всего лишь три вещи. Два крема и тональник. Ну, и, конечно, так как был заказ, я еще один талончик такой вот получила. Так, где тут? На минус пятьдесят процентов. Но вы знаете, что я посмотрела? Вот у меня теперь два таких талона, что все товары в каталоге, все с ценами. Если смотришь вот где там можно, это же от черной цены, не от красной. Вот. Где смотришь вот красная цена, потом смотришь на черную, а красная как раз половина этой черной. Поэтому вот этот талон, для чего это вообще вот? Бумагу эту перевели только вот это вот. Я не нашла ни одного товара, который бы мне выгодно было бы взять с пятьдесят процентной скидкой. Потому что все красные цены как раз точно половина черной. Вот семьдесят когда было процентов, вот там тогда было выгодно. В общем так. Вот такой вот у меня тоналичек. Шестьдесят один семьдесят пять. Там какой-то с розовинкой. Это не мой. Это моей приятельнице Людмиле. Она постоянно, ей уже восемьдесят лет, но она за собой следит. Такая дамочка. Ой-ой-ой. Ей нужно крем, ей нужна пудрочка, ей надо духи. Стройненькая, прекрасная женщина. Вот. Я только покажу вам, какой он вот такой. Ну, нажимать я, конечно, не буду, чтобы человек не подумал, что я тут выдавливала некрасиво. Красиво. Вот. Он очень легкий. У меня когда-то был такой тональничек. Я его использовала, но я пользуюсь тональником очень редко. Очень. Вот сейчас летом я вообще не пользуюсь. Я только вот этот вот кушен, или кушон, который купила, вот я его немножечко наношу, если я куда-то иду далеко. Если я хожу на рынок, или я дома, конечно, я этим вообще не пользуюсь. В общем, я ей уже позвонила, говорю, приезжайте, забирайте, денежку отдавайте. Вот. Потому что, когда я забираю товар, я, конечно, обязательно плачу сама. Вот. Также у меня вот таких вот два крема, Биосео. Не знаю, так я назвала или не так. Один ночной, другой дневной. Дневной – это мой, а ночной – это Люден. Давайте мы посмотрим, что на них тут написано, если я увижу. Если я тут увижу, потому что написано, ну, очень мелко. Так. Это какой? Ну, и какой это? 12.02. Это ночной. Ночной крем для сухой кожи с маслом ши восстанавливает гидролипидный слой кожи. Девочки, ни черта не вижу. Так мелко, но так мелко. Не знаю, где это мой, где это моя это самое, моя увеличилка. Может быть, это что-нибудь мне тут поможет. Ну, есть немножечко. Лаванда успокаивает, снимает все неприятные ощущения. Кожа мягкая и ухоженная. Вот так вот написано. А что тут написано в моем в дневном 12.04 номер? Дневной крем для комбинированной кожи с розовой водой оказывает балансирующее действие и нормализует состояние кожи. Экстракт ламинарии эффективно защищает кожу от агрессивных внешних воздействий. Ну вот, слава богу. Хоть помогла вот эта вот штучка. Вот. Так, Люден я уже трогать не буду, а свой я сейчас открою. Он так вот интересно. Смотрите, как тут закрыт. Как же его тут интересно это самое отковыринуть. Надо что-то взять такое, чем подцепить. А то я отломаю последние ногти. Очень интересно этот. открыла. Герметично закрыто. Зато здесь нету никакой фольги. Фольги нету. Так, сейчас мы посмотрим, как он тут. Что он из себя представляет, кремик. Беленький, реденький. Такой реденький, как я не очень люблю. Вот. Ну, уже купила, буду пользоваться. Он не такой дорогой. Он 5 рублей 79 копеек. Аромат такой довольно слабенький-слабенький. ненавязчивый, но очень редкий. Не люблю я вот крема, которые вот такие вот редкие. Вот блом я обожаю за то, что он... Вот берешь крем, и вот если подковырнул его ногтем, он так на ногте и есть. А этот, а этот сразу так. Но, что можно сказать, ощущение очень приятное. Вот на руке сразу впиталось моментально. наверное, люден будет гораздо, наверное, гуще, потому что у нее для сухой кожи он должен быть более жирный. Ну, вообще, вот знаете, вот впиталось и такая кожа сразу по сравнению с рукой, с другой очень такая вот нежная. Но я бы не сказала, что она очень скользящая. Нет, так вот плотненько, плотненько накладывается. В принципе, ничего, неплохой крем. Но будет что-то интересное, возьму в следующий раз. Ну, вот хотелось мне что-то попробовать вот такое. Я давно на него смотрела. Я как-то вот, когда очень такие дешевые крема, я к ним отношусь так вот сложно. Думаю, ну, если так дешево, значит, ну, совсем, наверное, простое. но вот мне нравится там в красных баночках, которые 38 стоят. Ну, вот нравится он, но не поднимается рука 38 рублей. И думала, что вот, вот, вот мой спаситель, что я как раз там, а там облом, облом, пол цены, но пол цены чёрной, такая и красная. Поэтому эти бумажки, бумажки промокашки. Так, ну что, впиталась, девочки, совсем впиталась, всё замечательно. Не знаю, как, сейчас я посмотрю на свою руку, чем она отличается одна от другой. Ну, чем они отличаются? Ну, ничем. Ну, ничем не отличается. Да, вот это более морщинистое, это немножечко поглажем. Ну, и хорошо. Значит, попользуемся. Тем более, сейчас пока лето и жарко, то такой лёгкий кремик, он пойдёт. Вот так вот. Ну вот, на сегодня всё. Встретимся в следующем видео. Пока, мои дорогие. Субтитры сделал DimaTorzok